В народе говорят, книга – источник жизни. Она служит для формирования мировоззрения и нравственного облика человека. Однако с каждым годом книголюбов среди современных школьников становится всё меньше. Почему дети сегодня мало читают? Потому что им больше нравится играть в онлайн-игры и смотреть видеоролики в интернете. Тебе нравится читать? Не очень. Я предпочитаю смотреть телепередачи. Мне нравится читать. Дети должны читать книги, потому что они дают знания. Нелюбовь учащихся к книгам педагоги объясняют по-своему. Ни у детей, ни у взрослых нет времени. Новая техника больше их привлекает. Читают в основном те дети, у которых родители книголюбы. Когда мама, папа и ребёнок читают вместе, это даёт свой эффект. Если родители любят читать книги, то и ребёнок будет читать. Как говорят учителя, учащиеся в основном читают литературу по школьной программе. И чтобы развить у них интерес к какой-нибудь другой книге, педагогам нужно постараться. Когда детям рекомендуешь что-то прочитать, они воспринимают это всего лишь как рекомендацию. Но если за 45 минут сколько длится урок, учителю удастся пробудить у ребят интерес к книге не из школьной программы, это, на мой взгляд, будет большим успехом. По мнению школьников, которые дружат с книгами, учителя не напрасно прививают молодёжи любовь к чтению. Книга позволяет узнать новый мир, обогатить наш словарный запас. Поэтому учителя советуют читать разную литературу, как на родном языке, так и зарубежную, потому что это влияет на воспитание ребёнка. Сегодня в каждом населённом пункте есть библиотеки, где созданы хорошие условия для чтения. По словам книголюбов, ощущения, которые испытываешь листая страницы книг, нельзя сравнить ни с чем. Но это, к сожалению, понимают только истинные ценители литературы.